Добрый вечер, вы перевесите Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня день сотрудников органов внутренних дел России. Уважаемых сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Карачаева, Черкесии, с профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Ваша профессия всегда была в числе особо значимых, отвечающих за безопасность и правопорядок. Сотрудники Министерства внутренних дел по Карачаевой, Черкесии, по взаимодействии с органами внутренней власти, местного самоуправления и со смежными правоохранительными ведомствами справляются со своими задачами, вносят значимый вклад в обеспечение безопасности граждан, а также поступательное развитие региона. Спасибо всем тем, кто выбрал эту неспокойную профессию, полную риска и особой ответственности. Профессию и остается верным своему призванию и долгу. Ваш профессиональный праздник желаю благополучия, долголетия, крепкого здоровья, добра и вам, и вашим семьям. Счастья и бодрости духа говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Сегодня в день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в МВД по Карачаево-Черкесской республике состоялась торжественная церемония награждения личного состава. В своей приветственной речи в Рио министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Владимир Нефедов выразил благодарность личному составу за выполнение поставленных задач по соблюдению законности, охране общественного порядка и противодействию преступности. На торжественном собрании зачитали приказ о присвоении специальных званий и поощрений. Руководитель МВД вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Владимир Ильич поблагодарил личный состав отдела внутренних дел Карачаево-Черкесии за добросовестную службу пожелал сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. Сегодня в парламенте республики состоялось торжество, приуроченное ко Дню Народного Единства. Несколько десятков человек получили парламентские награды. Председатель Народного Собрания Александр Иванов поблагодарил собравшихся за добросовестный труд и профессионализм и заслуги. В числе награжденных представители малого и среднего бизнеса, государственные служащие, сотрудники органов внутренних дел, налоговой почтовой связи, органов местного самоуправления, экономисты, библиотекари, педагоги, медики. Отдельные слова благодарности были адресованы сотрудникам полиции. Было отмечено, что ведомство обеспечивает не только порядок и покой в регионе, но и вносит значимый вклад в формирование имиджа Карачаева-Черкесии как спокойного и стабильного региона. Мы приурочили этот день ко дню единения народов. Ну и раз совпало, что сегодня еще и день полиции, то такой двойной праздник, хорошее настроение. Тем более здесь присутствуют сотрудники полиции, которых мы награждаем. Мне хочется, конечно, в этот день поздравить весь коллектив нашего доблестного Министерства внутренних дел, пожелать успехов в нелегком труде наших полицейских, поблагодарить их за их работу, за то, что они, порой рискуя жизнью, защищают спокойствие наших граждан. Прошедший 7 ноября на телеканале «Россия-24» прямой эфир с Рашидом Тимрезовым помог людям напрямую обратиться к руководителю региона со своими проблемами и получить надежду на их скорые решения. Так, жительницу Черкесской беспокоил отсутствие в республиканской столице площадок для маломобильных деток, из-за чего его ребенок был вынужден смотреть за забавами сверстников со стороны. Во время прямой линии она получила обнадеживающий ответ от главы Карачаева Черкесии и мэра региональной столицы. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мкце. Прямая линия с главой, как лакмусовая бумажка происходящих изменений, как возможность для людей корректировать какие-то предлагаемые руководством региона проекты. И если есть на что обратить внимание чиновников, жители непременно постараются это сделать. Так, одно из обращений к Рашиду Темрезову касалось далеко не полностью доступной среды в республиканской столице. Вроде бы в городе делается многое, чтобы маломобильные граждане не чувствовали себя чужими. Тротуары, пандусы, остановки общественного транспорта, социально значимые объекты. Все должно быть приспособлено для передвижения людей. Но заботясь об этом, порой можно упустить некоторые детали. Например, недостаточное количество игровых сооружений для маломобильных деток. И обращение к главе как раз касалось создания приемлемых условий по всему Черкесску. На данный момент в городе есть одна территория, полностью приспособленная для этой категории. На Аллее Добра в парке «Зелёный остров» для деток найдётся развлечение по их физическим возможностям. Да и само место располагает к тому, чтобы хотеть посещать его снова и снова. Во время прямой линии глава республики дал поручение городским властям, чтобы аналогичные условия появились и в других микрорайонах. Так, совсем скоро детские игровые комплексы планируется установить в этом притягательном для многих месте. Мы планируем уже в этом году установить в этом парке, парке юности, специальные приспособленные детские игровые элементы для детей с ограниченными возможностями. Сейчас мы прорабатываем разные варианты, как это будет выглядеть, где их устроить, в каком месте. Постараемся в этом году уже здесь, на этом месте уже сделать. И на будущий год мы планируем на Аллее Доватора что-то тоже такое сделать именно для этой категории детей. Ну а также, учитывая наши планы по благоустройству улицы Красноармейской, туда тоже в проекте есть корректировки, чтобы там эти элементы тоже были. В мэрии Черкеска пообещали, что перед установкой детских игровых элементов будут учтены такие нюансы, как удобство использования и качество оборудования. Кроме того, большое внимание уделяется доступности тротуарной зоны. Город постараются сделать удобным для передвижения различных категорий населения. Артур Макцелий-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, а днём 12-17 выше нуля, а местами до плюс 10. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, а днём 13-15 градусов тепла. Бизнес-конференция, направленная на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства в регионе, прошла в Черкесске, на площадке ЦМИД. Кто принял участие в мероприятии, какие вопросы и проблемы подняли его участники, что узнали нового, расскажет Альбина Ламкова. Развитие малого и среднего предпринимательства среди молодёжи является неотъемлемой частью экономической системы хозяйствования нашей республики. Доказательством этого служат программы в поддержку начинающим бизнесменам, проводимые встречи для их обучения. В рамках очередного мероприятия организовали пленарное заседание, где спикеры и участники обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с молодёжным предпринимательством. Для получения результата, как и в любом деле, нужно время и терпение. Спикеры в формате диалога и дискуссии разобрали циклы экономики, дали рекомендации для молодёжи. Люди, когда берут кредит, у них повышается количество потребления, значит, экономика растёт. Но надо платить по долгам, а не сокращает потребление, чтобы деньги высвободить. И экономика из этого падает, потому что экономика растёт, когда у меня много покупают, а у меня меньше. Участники смогли получить консультации от экспертов и ознакомиться с возможностями финансирования своих проектов. Дали информацию, как развивать навыки для предпринимательства, бизнес-мышления и лидерства. Елизар Гудманов – молодой бизнесмен. Он работает в команде. С коллегами развивают онлайн-школу. Предприниматели – это большая возможность, во-первых, пообщаться напрямую с министрами, которые связаны с как раз министром экономического развития, министром молодёжи и другими представителями, которые могут рассказать про государственную поддержку, про грантовую поддержку и так далее. Я смог узнать чуть больше про грантовую поддержку, которая сейчас проходит для молодёжи 25 лет. Узнал чуть конкретно про свои условия. Плюс подробнее ознакомился с мерами поддержки в Карачао-Черкесской республике. Молодёжное предпринимательство – перспективный федеральный тренд. И в нашей республике есть возможность получить поддержку на этом пути. Предпринимаем и будем предпринимать все необходимые меры, всю необходимую поддержку для того, чтобы молодые люди на самом старте осуществления своей предпринимательской деятельности получили прочный фундамент, на который смогли бы опереться, приступая к реализации своего дела. Ещё на бизнес-конференции были проведены тренинги, на которых участники могли получить полезные знания и опыт для развития своего бизнеса. Одной из особенностей мероприятия была бизнес-игра с финансами на «ты». Это помогло им лучше понять, какими навыками необходимо овладеть для успешного ведения бизнеса. Мы понимаем, что от того, как молодёжь будет развиваться, как она будет участвовать в экономическом развитии России, во многом будет весить экономическое благополучие нашей страны в будущем. Главной целью бизнес-конференции стало всестороннее развитие потенциала молодёжи, что в свою очередь должно способствовать достижению долгосрочных целей, социальному, экономическому, культурному развитию страны, обеспечению её международной конкурентной способности и укреплению национальной безопасности. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево, Черкесия. В спорткомплексе юбилейной республиканской столицы прошёл турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел России и столетию общества «Динамо». Девять команд боролись за Кубок чемпиона. На состязание побывал и наш корреспондент Анлихан Непшоков. Зрелищная игра и прекрасная борьба между футболистами команд не оставляли равнодушными зрителей. Девять команд различных сотрудников правоохранительных органов демонстрировали профессиональную технику игры. Открыл турнир по мини-футболу временно исполняющий обязанности председателя Республиканского совета «Динамо» Михаил Паныч. Он подчеркнул, что сегодня мы чтим спортивные традиции и подобные соревнования способствуют физическому развитию работников силовых структур и налаживанию дружеских отношений. «Во-первых, это все для здоровья. Это выявление лучших команд, лучших спортсменов в Республике по разным видам спорта. Общество «Динамо» – одно из лучших в нашей стране. Не зря ему присвоен орден Ленина и орден Александра Невского. Многие спортсмены становились и олимпийскими чемпионами мира, Европы, России. У нас есть олимпийский чемпион по гимнастике – это Василенко Дмитрий. Также бронзовый прессер по боксу Храчев Мурат». Каждая команда старалась из-за всех сил одержать победу в этом турнире. Каждый из нас серьезно готовился к этим соревнованиям, так как только одна команда сможет занять чемпионскую ступеньку «Педестал», отмечают участники турнира по мини-футболу. «Чуть-чуть дисциплинки, чуть-чуть эмоционального спада – и все будет хорошо. Немножко где-то перегораем. Ребята чуть молодые, невозрастные. За счет эмоционального сбоя у нас бывают некоторые неповадки. Но я думаю, ребята большие, взрослые, мы все понимаем, все решим. И будем надеяться, что обязательно за победу мы будем бороться сегодня. Мы занимались, мы старались, мы тренировались. Мы старались как-то эмоционально себя настраивать на игру. Максимально стараемся дисциплинированно выступать на этих соревнованиях, чтобы впредь на будущее, когда ребята видели нашу команду и говорили, вот эти ребята дисциплинированные, они молодцы, они заслужили». Для нас, ветеранов МВД, это возможность попробовать свои силы и показать свое мастерство. И мы надеемся, что сможем достойно представить нашу команду, отмечают представители команды ветеранов органов внутренних дел. «Планируем выиграть, сыграть достойно, если не получится выиграть. А так, этот турнир важен не только для меня, для нашей команды, для всех. Все с нетерпением и с большими ожиданиями. Целый год, можно сказать, ждет этот турнир, проведение этого турнира. Спасибо организаторам». В итоге победителем турнира по мини-футболу стала команда управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Второе место завоевали футболисты МВД и на третьем месте сотрудники погрануправления ФСБ. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. При поддержке Фонда кино, телеканала «Россия» и телеканала СТС прокат вышла сказка «По щучьему велению». Над фильмом работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конек-горбунок», ставшего суперхитом и собравшего в кинотеатрах более одного миллиарда рублей. «По щучьему велению» — это экранизация сказки про Емелю-дурачка, который спас Женщуки, и та согласилась выполнить три его желания. У жителей Карачаева-Черкесии есть прекрасная возможность в эти выходные провести время с семьей и посмотреть всеми любимую сказку детства. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка, все вместе». Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова